Этика Итак, этика — это субъективное отношение к реальной жизни. То есть это на самом деле большая тема, которую мы можем развить. Это одно из выражений Саймона. Этика — это субъективное отношение к жизни. То есть оно является бесконечно требовательным, требующим и невыполнимым. И именно поэтому оно требует обязательства. Политика — это также бесконечное требование плюс локация. Это тоже, как мы можем объяснить политику. Эстетика — это восприятие ощущения. А восприятие ощущения — это фактически и есть я, или некий индивидуум в отношении общего горизонта. Искусство — это искусство коммуникации, которое за последние 20 лет является диалогом между различными жанрами, формами искусства, такие как, например, науки, политики, активисты. Все эти собираются вместе. То есть художники становятся всеми нами, то есть вот этим как бы пространством. То есть искусство становится пространством для этого диалога. Перформанс является наиболее непосредственной формой искусства. Это некая конвергенция искусства, этики и эстетики. И в результате все это создается благодаря концепту и аудитории. То есть, как вы видите, я сделала своего рода нарезку высказываний различных лекторов за последние два дня. Итак, акт перформанса — это след изменений, и это отпечаток жизни, самой жизни, жизни как таковой. Поэтому, возможно, успех — это скорость, с которой это проходит из реальной жизни в статус мифа. Или же, возможно, это может быть успех, а может быть, это даже нельзя называть успехом, а может быть, это релевантность скорее. Перформанс — это релевантность, которая становится символичной. То есть вопрос в том, насколько это существует в реальной жизни. Может ли он оставаться, выживать в реальной жизни, потому что сам факт является трендиентным, временным. Анатолий вчера сказал то, что, как мне показалось, было очень важным. Он сказал, что этика — это самая горячая тема, потому что 20 лет прошло с 90-х годов, и ничего не произошло. Настя в начале вчерашнего дня сказал нам, что, вероятно, мы временная команда. И отсюда есть вопрос, да, то есть у нас есть весь этот диалог по этике, по перформансу, этике и действию. Но что я хочу сейчас выдвинуть вперед? А что это на самом деле означает? То ли это, что мы хотим? Потому что у нас так много видений, таких, так много разных перспектив, ответов относительно того, что есть этика, что есть эстетика, что есть перформанс. Чего же мы хотим? Если мы всего лишь временная команда, или команда переходного периода, или этика является самой жаркой темой, потому что 20 лет прошло с 90-х годов, и так ничего и не произошло, то что же мы хотим сейчас? Пожалуйста, кто хочет? Всем привет, меня слышно? Чего же я хочу? Я могу ответить на этот вопрос. Я хочу быть как можно более эффективным в представлении возможности, перспективы. Представление возможности, перспективы. Меня беспокоит, насколько эффективно я смогу передать идею, возможность, есть ли что-то такое действительно хрупкое или материальное и нематериальное. То есть для того, чтобы быть эффективным в нахождении возможности здесь, я думаю, это большой, серьезный шаг, который может сделать это, возможно, символичным или повлиять на жизни людей. И посредством этого иметь возможность представить действительно то, что зрители могут использовать как индивидуумы, что это может повлиять на качество их сексуальной жизни, на качество отношений, которые у них есть с их матерью, или же даже отношений, которые имеют они со своим государством даже, или организмами социальных властей, скажем так. Поэтому, ну вот, именно под этим я имел в виду слово «возможность», когда проходила эта дискуссия. Поскольку мы двигаемся туда, а я полагаю, что это необходимость подвергаться, обсуждать, представлять, даже, может быть, предлагать или пересматривать наше теоретическое видение. То есть во всем этом должна быть определенная последовательность. И я, так сказать, не боюсь быть достаточно высокомерным, сказав, что мы можем принять в этом участие. Есть ли какие-то соображения из аудитории? Хотите ли вы высказаться относительно того, чего вы хотите, чего вы ждете, прокомментировать, является ли этика действительно жаркой темой? Хочу сказать, что нельзя утверждать, что вообще ничего не изменилось. В нашем контексте, мне кажется, изменилось многое. Во всяком случае, в 90-е у нас были надежды. Эти надежды связывались и с эстетическими какими-то перспективами, и, безусловно, с этическими переменами, которые мы возлагали на изменившуюся ситуацию касательно власти, касательно веры, касательно вот этих двух вещей, которые Толя тоже совершенно справедливо заметил как болезненные. Да, в этом смысле не изменилась наша заинтересованность, причем глубинная заинтересованность этими проблемами власти и веры. Но у нас нет драйва, у нас нет каких-то надежд с этими проблемами связанными. Вот что касается этой проблемы. У меня много возникло как-то вопросов, но я думаю, что это отдельная история. Вот то, что я хотела сказать по поводу изменения. Очень многое изменилось, еще я добавлю, например, связано с женским перформансом. Мы проскочили как-то вот эту ситуацию, когда мы могли бы с этим поработать. То есть, с одной стороны, это была one-way коммуникация, то есть мы смотрели на то, что делалось в западной феминистской парадигме после знакомства с западным феминистским теоретизированием. И сейчас мы уже имеем ситуацию музеификации этого. И это несколько меня настораживает и пугает, потому что вот та пара эстетика, которая родилась в феминистском теоретизировании, феминистских практиках, перформанса, то есть вот эстетика недоговоренности, эстетика противоречивости, она, попадая в музей, наверняка что-то теряет. И я восхищаюсь, конечно, вот этим процессом архивации. Я все-таки побаиваюсь, что мы теряем этот дух женского перформанса. Женского перформанса, который не ровесник авангарда, который родился действительно в связи с критикой его. И, ну, ладно, этого, наверное, достаточно. Okay, you? Ну, я буду говорить с позиции куратора. Чего же мы хотим? Да, я признаю изменения. И скажу в двух словах. Мы хотим дискурса. Потому что, на самом деле, изменилось многое. За 18 лет моих работ в Валереях пространство для передачи месседжей, оно расширилось. Оно сжалось, простите, сжалось. И постоянно, и в большей и большей степени мы находимся в конфликте с обществом на разных уровнях, что ставит перед нами достаточно сложный вопрос. Но на самом деле этот вопрос не такой уж и сложный, потому что это, естественно, банализация. Они не желают принимать участие в этом дискурсе. И с нашей стороны мы не имеем дополнительных инструментов, методов воздействия, средств вещания и вовлечения их. Что нам нужно? Нам нужно больше конференций, таких как эта. Потому что нам необходимо создавать определенный градус свободы. И нам необходимо поднимать уровень дискурса, предоставляя аргументы, представляя их, обсуждая их, продвигая их. Конференция, которая была у нас неделю назад, была посвящена именно этому. Потому что ученые, которые работают с художниками, они продолжают требовать от нас для того, чтобы мы предоставляли одобрение этических комитетов для работ художников, с которыми ученые сотрудничают. Понимаете, вот в этом случае эта проблема разрешена. И я вижу позицию ученых. Это симптоматично, потому что их автономия, научная автономия, она очень-очень маленькая, она просто крошечная. В то время как художники, они занимают определенное место. Но, понимаете, оно как бы исчезает тоже. Поэтому я думаю, что посредством развития дискурса, продвижения его, мы можем поднять этот уровень такой панель тривиальной дискуссии в обществе на действительно более высокий уровень, чтобы это было нечто более плодотворным общественным обсуждением, публичным обсуждением. Ну, может быть, я не права и достаточно импульсивно в своей реплике, но с моей точки зрения, Анатолий был прав. И ничего не изменилось. Но ничего не изменилось, на самом деле, с Дрюмон Ромео и Джульетты, если уж так говорить. И что я имею в виду? Я имею в виду, что некоторые художники нуждаются в определенном благословлении, чтобы начать свой перформанс на институциональном уровне. Другие, например, слишком молодые художники, они отказываются от наших предложений принять участие в этих архивных интервью, ну, просто потому, что эти интервью были инициированы, знаете ли, капиталистической институцией, и все. И это два таких полярных положения, две полярных точки зрения. Каждый решает для себя сам, что есть хорошо и что есть неверно, или что есть плохо, скажем так, да? В этом контексте, например, для меня ничего не изменилось, как я это вижу за эти последние 20 лет. Спасибо. За последние два дня мы услышали различные позиции, жизненные отношения, различные комментарии об этике и перформансе. Мы начинали с этики и действия, затем мы предложили, что этика и есть действие, а затем этика рождена действием. Понимаете, я нашла вот очень интересное вот это вот смещение парадигмы. И я думаю, что вот эти вот изменения акцентов, наверное, зависят от понимания, каким образом перформанс связан с контекстом, и каким образом контекст, возвращаясь к тому, что говорил Саймон, что контекст — это, в первую очередь, именно локация, говоря о бесконечной потребности политики. Но, с другой стороны, Лора Лин говорила о том, что вы понимаете контекст как локацию, как нечто материальное, может быть, даже архитектурное в этом контексте, в таком аспекте. И есть еще одна интересная вещь, которую мы можем добавить к этому, и мы обсуждали это в течение двух дней. Насколько отношения со СМИ, соответственно, вашими информациями, в частности, социальными медиа, и та скорость, с которой все это распространяется, обрабатывается, передается, насколько мы находимся в контакте с публикой, с аудиторией, даже если все происходит в достаточно небольшом масштабе. Поэтому я пытаюсь поставить вот такой большой серьезный вопрос для меня. Насколько этика, она есть в действии, она в действии, она рождена действием, она связана с контекстом, а дальше контекст тоже меняется из-за медиа. Что это означает? Что люди думают об этом, из вот этого дополнительного аспекта к медиа, относительно того, что мы говорили ранее? Ну, пожалуйста. Кто хочет прокомментировать? Могу ли взять микрофон? Да, пожалуйста. Я думаю, было определенное движение. Я, так сказать, ну, знаете, СМИ – это ад, конечно же, и мы живем в этом аду чертовых медиа, с разных платформ. Но что меня интересует за последние 10 лет, наверное, было следующее. Это была попытка среди некоторых групп, политических групп, отказаться от видимости, отказаться от присутствия, отказаться от имени, то есть отказаться от идей названий. Допустим, вот во Франции есть такой пример, допустим, «The Committee Invisible», то есть невидимый комитет, когда они предлагали определенную этическую стратегию, она заключалась в том, чтобы отказаться от видимости, чтобы их называли определенным образом, то есть отказаться от этого, то есть медиироваться определенным образом, то есть они достигли некого уровня. Понимаете, естественно, это связано с документацией, с архивированием и так далее. То есть было время, когда ведь переговоры не фиксировались, то есть их не документировали, понимаете. Я думаю, это было суперски, отличное время, понимаете. Все документируется. Почему? Почему еще сейчас в архиве? Все записывается, все документируется. Господи, ужас какой-то. Для меня это большой вопрос, большого времени, да. Политика архива, политика документирования. И отсюда возникают для меня вопросы относительно того, как. Мы живем... Я не вижу причины, почему искусство не может быть связано с идеологией, а идеология может действовать. То есть, почему нет вот этого разрыва? Невидимость, нейтральность, анонимность в контексте стратегии резистентности к существующему моменту. Ну вот можно продумать. Знаете, у меня позиция антимедия, антимедийного человека. Еще кто-нибудь хочет прокомментировать? Да, если можно. Я не хочу здесь как-то вводить кого-то в заблуждение, или так сказать, но что меня беспокоит, что мы теряем след того, для чего была предложена эта конференция. Но опять же, да, когда вы упомянули Ромео и Джульетту, опять же, да, я еще раз хотел процветить слово эффективность представления чего-то, результативность представления чего-то, каким образом, без медиа, без коммуникации, то есть чувство, что это, да, что, когда дело касается, например, контакта, потому что я склонен использовать все, что есть, все, что могу, все, что в моем, так сказать, распоряжении, всегда и везде, все, что возможно, размышляя в том числе и о возможности донесения идеи, то есть я не хотел бы сейчас заходить куда-то глубоко в какие-то интеллектуальные, идеологические отношения с интернетом и с другими платформами, которые осуществляют эту возможность, но я действительно считаю, что они могут быть полезными, но в конечном итоге релевантность того, что-то документируется или не документируется или дискуссия, которая архивируется или не архивируется в конечном итоге, потому что она выживет именно благодаря тому, насколько эффективно, насколько она коммуницировалась, насколько она, так сказать, себя представила и так далее, понимаете, И в конечном итоге, опять же, просто потому что я буду спать спокойнее сегодня, я хочу еще раз сказать вот эту связь с этикой, которая... Потому что всегда будет, и я надеюсь, я не то что надеюсь, я уверен, что будут такие этические вещи, которые не будут этическими, то есть они будут сделаны, и они должны быть сделаны. И я думаю, что эта дискуссия, как Юрий уже сегодня об этом говорил, она важна, если мы адресуем это вопросу возможностей. Я не знаю, может быть, я не прав, как вы считаете, это эффективность, результативность, неужели мы не хотим быть такими? Разве мы не хотим быть эффективными в том, что мы делаем, и как мы это доносим, и как мы, так сказать, представляем наши идеи, точки зрения, и как мы отвечаем своими идеями на конкретные предложения? Ну, не знаю, мне кажется, что, может быть, это не так и плохо. Ну, буквально два слова я хотела добавить. Для меня это также совершенно очевидно, что этика, конечно, это действие, она в действии, но, наверное, она все-таки появляется после того, как действие соединяется с медиа. Потому что, например, еще один молодой художник может делать какой-то радикальный перформанс, который видит только два человека и знают об этом только два человека, понимаете? И все эти чувства, которые он вестировал, вложил в свое действие, они просто исчезают. И ничего не остается, не остается ничего, ни малейшей памяти, ни воспоминания о том, что этот акт имел место. И поэтому художники 90-х использовали СМИ как единственный вариант архивирования, как единственный возможный архив, который мог каким-то образом представить их идеи и задокументировать то, что было. Я тоже хотела бы ответить. А, да, Саймон, пожалуйста. Да, относительно невидимости как акта ответа. Я думаю, что вы должны быть в положении иметь голос для того, чтобы выбрать эту невидимость. Я, конечно же, полностью согласна, но на личном уровне. На личном уровне я согласна, так сказать, несуществование в онлайне, да? На очень личном уровне я с этим согласна. Но совершенно мы говорили с сложником, и он сказал, вы знаете, я делаю стенд, я больше не буду заниматься, и маленькая пауза. Но ведь этого никто не заметит. Почему? Потому что она не очень хорошо известная художница, и это важно, понимаете? То есть вы можете иметь очень сильную позицию, но только, так сказать, в той ситуации, когда кому-то это важно, понимаете? А если всем плевать, то это совершенно не важно. Вот когда мы говорили о той черной дыре бывшего Востока, да, здесь может быть совсем другая позиция, понимаете? Вы можете выбирать невидимость, да, но вас-то все знают уже, понимаете? Вот так-то. Эта стратегия, на самом деле, проявляется действием правительства, и также позицией правительства, и прессы, и даже художники. Эту пассивную, агрессивную позицию поддерживают, не реагировать, не присутствовать. Как много художников мы знаем, которые очень активно выступают, которые активно противопоставляют себя сил, силе политики. И как много художников мы знаем, которые действительно сделали какое-то серьезное заявление, их заявления просто исчезают. И на самом деле, конечно, очень важна медиа для некоторых художников, которые не используют ее. Я бы хотела также прокомментировать кое-что о невидимом искусстве, о невидимых перформансах. Мое искусство как раз сконцентрировано на том, чтобы открывать акт дискриминации, раскрывать эту проблему. И вся политика моей работы, вообще моя работа связана с тем, чтобы раскрывать механизмы политики, механизмы политического влияния на людей. Сегодня я как раз говорила о том, как цыгане систематически исключаются из общества и унижаются обществом. Расизм по отношению к цыганам виден по всей Европе. И вот мое видение как художника, и не только видение, но также информирование, необходимость информирования общества, и создание солидарности по отношению к цыганам, создание донесения людям той проблемы, с которой они сталкиваются, этой ситуации, в которой они находятся. И, например, я говорю о том, как о цыганах говорят в прессе, только определенным образом, только негативно. Может быть, еще то, о чем стоит поговорить, о чем мы не успели поговорить пока, это слово, о котором говорил и Саймон, и очень многие из наших лекторов, это приверженность, приверженность к невидимому, приверженность к какому-то виду искусства, к какому-то действию. Например, Сон Дан говорил о том, что он привержен своей идее, близости к родителям. И, может быть, как раз нужно говорить о том, что мы обязательства, должны взять на себя обязательства некоторые. Да, также одно из обязательств, которые я бы хотела видеть, это донесение каких-то вопросов и история также. Люди в зале, может быть, есть какие-то вопросы? Добрый вечер. Меня зовут Максим Илюхин, я художник из Москвы. Я хочу попросить Роузли Голдберг и Сашу Обухову за 60 секунд, каждую из вас. Хочу попросить за 60 секунд рассказать какой-нибудь перформанс. Да, почему бы нет? Кто начнет? Да, если вы хотите, можете начинать. Вопрос. Он попросил нас рассказать за 60 секунд, рассказать о перформансе. Рассказать смысл перформанса. Нет, я не могу, простите. Может быть, вы придете, поможете мне сделать это? Я не могу сейчас ничего вспомнить. Саша, может быть? Ну, к примеру, наш художник Алексей Калимов, как в день выборов президента, он взял мел и нарисовал белую линию вокруг Кремля. Вот и все. Это было в 2000 году. Да, все, у меня несколько секунд всего осталось. Добрый вечер. Спасибо за такой интересный разговор. И мне кажется, одной из очень важных фраз, ключевой фраз этих двух дней была фраза Жанна Люка Гадара о том, что этика – это эстетика будущего. И мне кажется, прозвучали еще некоторые очень интересные, возможно, такие вот установки на будущее. Настя сказал, говорил много о возможности, о возможности и о неком единстве этики, эстетики и политики, о возможном единстве. И вопрос такой. Каким, на ваш взгляд, мог быть манифест перформативного искусства сегодня и, возможно, и вообще такой манифест? Спасибо. Если этика – это эстетика будущего, что, какой может быть манифест перформанса сегодня? Такой ли был вопрос? Знаете, одна из проблем, с которыми мы… Я поняла, вот пять минут мне нужно было на то, чтобы ответить на вопрос, на ваш вопрос по поводу перформанса. И мне очень сложно, конечно, вспомнить было перформанс, и рассказать о нем за 60 секунд. Но, возвращаясь к тому, что говорил Юрий, об исследовании, постоянном исследовании и приверженности исследования, и перформанса, истории перформанса, и взгляда в будущее, любой манифест группы художников или, может быть, каждого художника, а в отдельности, не может быть единым. Мы пытались, конечно, написать, манифест, может быть, нам нужно сегодня за ужином попробовать это сделать. Но, на самом деле, я думаю, что манифест – это очень сложная, это сложная субстанция. История искусства показывает нам, что манифесты, которых было очень много в начале 20 века, были написаны после того, как огромное большое количество художников встречались, ужинали, много пили, ругались, бросались предметами, дрались, и было очень много споров вокруг манифеста, манифестов. И я не хочу сейчас так упрощать манифест. И я не хочу просто сказать, вот это мой любимый художник, и давайте все работать так. И этика, эстетика будущего – это действительно вопрос, о котором я думаю очень много. Лори Андерсон, художница и певица, написала песню «Этика, эстетика будущего». И она начала петь эту песню и начала писать на себе это выражение «Этика – это эстетика будущего», но не смогла это писать до конца. Написала только «Этика – это эстетика», «Бу». И все. Это закончила. И на самом деле это действительно очень серьезный вопрос. Может быть, на самом деле можно говорить больше с философами об этом, и Саймон смог бы добавить что-то. Но, конечно, обладать эстетикой, обладать своей собственной этикой, эстетикой – это значит быть человеком. Это абсолютно гистерциальный вопрос. Что значит отсутствие этики? Что означает отсутствие этики? Я думаю, что любой художник, любой человек, который хочет быть с художником, он думает о том, что он хочет донести миру, и он хочет сказать что-то, он хочет донести, он хочет быть эффективным, эффективным, как говорил Настя. Он хочет чувствовать, он хочет засмотреть по-новому на мир. Конечно, вот, в общем-то, политология как раз рассматривает идею, и что значит хорошо, и поиск чего-то хорошего. Ну, может быть, я предложу самому продолжить. Может быть, отсутствие этики? Мне кажется, у нас у всех есть своя этика. Это наша самая главная идея в жизни. Привносить свою этику, разрабатывать свою систему. в зависимости от того, что мы подразумеваем под этикой, конечно, абсолютно очень простой есть на это ответ. Этика – это, опять же, обязательство. Тот человек, который берет на себя обязательство, о чем мы уже говорили сегодня, нельзя очень провести границу между этикой моралью. Можно попробовать подумать о том, чем они отличаются. Может быть, это какие-то привычки, какие-то идеи. Но в 19 веке это и называлось моралью. Что быть человеком, это значит существовать в определенной моральной системе ценностей. и между разными системами ценностей может быть непонимание, может быть какая-то борьба. Поэтому в любом случае человек существует внутри вот этого некого космоса, который состоит из разных систем ценностей. Я не хочу говорить за кого-то другого, но для меня этика состоит из обязательства и экзистенциального обязательства идти против существующей морали. Для меня этично это очень экзистенциальный вопрос. То есть нужно постоянно задавать вопрос то, что считается моральным в обществе, оно действительно таковым является. Я думаю, что я считаю, что люди в этой комнате имеют свою систему ценностей, свою этическую систему. Я может быть наконец-то поняла теперь название нашей этики в действии. Может быть действительно мы говорим о чем-то другом. Перформанс, поскольку нет рынка, давайте вообще не будем это обсуждать, как собирать перформанс, как архивировать перформанс. Это новая идея, связанная абсолютно с рынком и с ценой за те или иные произведения искусства. Если говорить о перформансе как этики в действии, нечего продавать и покупать. Действительно, это нет никакой ценности, нельзя его купить. Может быть, я теперь поняла название нашей конференции. Спасибо. Также, что мне пришло в голову, о чем я сразу подумала. Когда художники в 70-е годы понимали и начинали документировать то, что они делают. Очень многие художники делали перформансы в галереях, например, в бывшей Югославии. Первые перформансы начались в галереях, в студенческом культурном центре и так далее. Но многие из них случайно или не случайно очень документировали, архивировали свои перформансы. И очень многие люди, к счастью, знают об этих перформансах. И они могут рассказать о них. Есть маленькие фотографии, кто-то что-то потерял, но тем не менее есть документация, есть архивирование этих перформансов. И сейчас ценность этих фотографий, этих документов, которые подтверждают те или иные перформансы, настолько высока, что сейчас уже может быть происходит такой переход поэтому институции так заинтересовались перформансами. Вот это для меня является проблемой, потому что институции заинтересовались ими после того, как их цены поднялись. то есть некоторые цены абсолютно огромные. Есть огромное количество людей, которые представляют свои перформансы. Также танец сейчас является частью перформанса, хотя в общем-то нет рынка для таких уличных танцев, хотя и сейчас тоже он входит в рынок. То есть это как раз для меня как раз это и является проблемой. Опять они становятся товаром. Но есть и страны, например, бывшая Югославия и может быть в Словении тоже, где нет ни одной галереи, нет ни одной галереи, которая берет деньги за вход. То есть одна только есть на самом деле в Словении. Мы тогда продавали как раз маленькие фотографии за копейки, а сейчас огромные деньги на этом делаются. Нет, ничего нет плохого в том, чтобы делать большие деньги, зарабатывать большие деньги. Но я хочу поддержать художников и сказать, что это неплохо. Давайте поддерживать художников и попросим наоборот музея побольше покупать работы. Кто-нибудь от Тина Сигал говорил о работе Тина Сигал. Это как раз квинтэссенция. Вы не покупаете ничего, но мы не должны забывать, что он танцор, но вы покупаете инструкции, как танцевать. И его конечно и цена этой работы связана как раз с ее невидимостью, невозможностью. кто-то вот сзади был вопрос. Пожалуйста, поднимите руки, все, кто хочет что-то сказать. Я хотела задать вопрос. Могу сейчас задать? да, вот первый был. Но я обещаю, все зададут свои вопросы. Нет, нет, девушки, девушки, отдадим. Да, да, пожалуйста, задавайте вопрос. У вас микрофон? У меня вопрос к Саймону, также и всем, всем, кто хотел бы прокомментировать. вчера вы говорили о этике с точки зрения эстетики, то есть этика включает в себя и эмоцию, и сенсацию, то есть она не дистанцируется от практики, этика не дистанцируется от практики, от того, что мы и что касается этого эмоционального вовлечения аудитории. Это эстетическое участие в перформансе отличается от того, как человек участвует в повседневной жизни, от этики повседневности, и участие какого-то интеллектуального восприятия и понимания, и, может быть, возможно, даже разработки теории, как авангардисты. Может быть, они говорили о том, что они смотрят с точки зрения повседневности, но из этого родилась целая теория. первый вопрос, отличается ли участие в перформансе от повседневной жизни, или нужна обязательно теория? теория. Я думаю, что в идеале как раз то, что было бы... В идеале перформанс это идеальная повседневная жизнь, идеальные практики повседневной жизни. Но также мне кажется, что очень важный вопрос, которого стоит коснуться. Мой друг Клея Бишоп, может быть, вы знаете работы, моего старого друг Клея Бишопа, он делал такие работы, связанные как раз с вовлеченностью. Он говорит своими работами о том, что вовлечение это самое худшее, что может быть. Я не художник, я просто смотрю и вижу какие-то вещи. Меня поражает, что очень... Например, на Венцианской Бенале очень много сейчас наивное искусство находит зрителей. И то есть получается, что вот это искусство вне классического искусства строит сейчас свою собственную концепцию и свою собственную... возникает свой собственный рынок. И действительно сейчас очень многое меняется, особенно меняется за последние 20 лет. Вот как раз сейчас, мне кажется, вот сейчас заканчивается какой-то период, и мы переходим в новое понимание того, что такое современное искусство. Это скорее риторический вопрос... Это скорее риторический вопрос, хотя я его задаю сам себе как художнику постоянно, особенно в последнее время. В негативной диалектике Адорно задает вопрос, возможно ли и какое искусство после Освенцима. Перефразируя, хотя он там размышляет, но не говорит, что оно невозможно, он размышляет о том, какое оно может быть, но перефразируя этот вопрос, я задаю себе вопрос, возможно ли искусство во время Освенцева, да, или если приблизить к нашим реалиям, возможно ли искусство во время Бирюлева, погромских погромов в Москве, или когда в 2013 году для мигрантов в Москве делают лагеря, вот какого рода искусство может быть в такой ситуации? Я бы хотела ответить на этот вопрос, если вы не против. Большое спасибо за вопрос. Я думаю, что если вы посмотрите на историю цивилизации и историю искусства, если мы посмотрим на существующие культуры, примитивные культуры, и то, какую роль культура играла в обществе, на самом деле только культура играла самую важную роль, самую главную роль, и только культура могла излечить самое больное общество, и общество, конечно, если мы вернемся и развернем искусство из вот этой монетизации, то тогда искусство действительно может лечить и политическая неолиберальная травма, которой были подвержены многие страны, как раз то, о чем вы говорите, то есть это обмен, это обмен культура и также другие дисциплины, они должны сыграть и могут сыграть очень важную роль. У кого-нибудь есть другое мнение, может быть? Снежана? Простите, наверное, я не должна задавать, конечно, вопрос, но я очень хочу задать этот вопрос. Думаю о том, где мы сейчас находимся, мы находимся в России, в Москве, мы все сидим здесь. Мы все знаем, что в России есть история радикальных перформансов и я думала, я бы хотела, конечно, от каждого услышать ответ на этот вопрос. Что для вас, как вы воспринимаете радикальность здесь и что такое радикальность для вас? Потому что мне кажется, что просто то, что мы здесь все сидим, у нас есть конференция, мне уже кажется, что это радикально, это очень радикально. Может быть, я и не права? Вот, собственно, мой вопрос. Может быть, мы о чем-то не поговорили еще сегодня? Вот, еще что хотелось бы понять. Спасибо. Кто начнет? Да, конференция была прекрасная, но я не думаю, что это абсолютно что-то радикальное. Это что-то, что действительно должно происходить здесь. Это прекрасно, то, что вы действительно здесь ее организовали. Но это довольно-таки радикально, мне кажется. На самом деле, как вы говорите, если вырвать из контекста нашу конференцию, она совсем не происходит каждый день. На самом деле, довольно-таки радикально то, что мы пересматриваем историю. Вот, мне кажется, что очень радикально, очень много, многие вещи. и, возможно, и можно также отстаивать радикальную этику в жизни и оставаться радикальным постоянно. И как раз вопрос, наш вопрос, кто мы такие, кто мы как художники, мы просто прекрасные, хорошие люди, получившие хорошее образование, известные, и у нас есть возможность путешествовать по миру, но на самом деле радикальный вопрос это, кто мы такие и какие мы художники и что мы из себя представляем. Нам нужно быть постоянно и всегда радикальными. Это очень важно. И постоянно задавать себе сложные вопросы. Радикальные... Мне кажется, что... Я думаю, что у всех будет возможность высказаться. можно я очень короткую вставку сделаю к тому, что сказала Розлин. Мне кажется, что вчера мы слышали историю российского перформанса и практически все люди, которые последние годы совершали перформансы, они все либо в тюрьме, либо им пришлось бежать из страны, поэтому мы не настолько радикальные, но нужно это, конечно, принимать во внимание. Я хотел бы также пару слов сказать. Я не уверена, что все среди художников, все, кто в тюрьме или в эмиграции, на самом деле радикалы. И не все радикалы в тюрьме. Но я хотела бы заметить значение, что значит слово радикал. Радикал в переводе с греческого означает грубый. Радикал быть радикальным или не быть радикальным это выбор каждого человека. Как в поэме Пастернака нужно исходить из самого корня современности, современного искусства и быть ответственным за это. не теоретизируя, а просто скажу как участница событий радикального перформанса, в частности о своем сотрудничестве с Олегом Куликом. И продолжаю Сашину линию о том, что совершенно необязательно, чтобы быть радикальным, действительно сделать какой-то такой жест, за который непременно последует срок тюремни. Вот скажем, для того периода достаточно радикальным была такая инфильтрация медиа. Я совершенно согласна с Саймоном, что действительно медиа, масс-медиа это ад, но я подозреваю, что рай нам просто не светит никому. И вот эта инфильтрация медиа, которая для последующих лет все время всплывала в связи с радикальностью, то в качестве обвинения, то в качестве одобрения, но очевидно в качестве потребности тоже. Потому что вот сегодня, например, мне показалось, что крайне радикальным была презентация Сундуна. И это может быть тот самый островки рая, которые нам еще доступны. То есть это очень просто, это не требует никакой дополнительной медиальной медиального обеспечения, но при этом это безумно трогательно. Это действует напрямую. Я не знаю, как можно ли это музеифицировать. Наверное, можно. Но вот эта простота жеста, это китайский язык, наверное, тоже. то есть какие-то такие вещи, которые мне кажутся действительно несколько райскими на этом фоне. Но при том, что радикальность этого жеста инфильтрации медиа остается и актуальной, и достаточно радикальной, может быть. Я не уверена в этом. Я не уверена в том, что это радикально для всех. Извините, я еще. То есть раз мы договорились, что этика имеет такой локальный акцент, то вот как раз я как раз хотела, чтобы это выглядело именно проблематично. Если можно продолжить линию нетериотизирующего отклика на ваш вопрос, то из русского, российского современного контекста и из моего личного контекста я бы отвечала на него так. Здесь, конечно, есть двоякое отношение, такая вот расщелина, которая возникает во мне как в зрителе радикального перформанса. Одна сторона моя сожалеет и сочувствует человеку, который вынужден и которого подтолкнуло что-то, его личная ответственность толкает на крайние меры. это ну, как бы здесь сожаление, наверное, довольно слабое слово, но, в общем, спектр чувств, которые заставляет сострадать, грустить. и с другой стороны, я очень благодарна этим жестам за то, что они актуализируют или ставят передо мной вновь границу между насилием и катарсисом. То есть в этот момент меня заставляют на что-то посмотреть, но, тем не менее, вызывают меня из небытия и снова позволяют мне обрести какие-то черты критического мышления. И за это можно быть только, ну, как бы чувствовать к этим людям большую благодарность и эмпатию. Да, вот я бы так ответила на этот вопрос. Спасибо. У нас еще один вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Я просто хотела добавить по поводу радикальности и сказать пару слов. И я не знаю достаточно хорошо Москву и контекст искусства в Москве и того, что происходит в Москве, но, мне кажется, радикализм в искусстве означает, что искусство недостаточно говорить нерадикальными мерами, недостаточно выражает чаянии общества и, конечно, радикально признавать то, что искусство без радикального не дает нам ответа на то, что мы ищем. я не думаю, что это примета времени или это характеристика какого-то поколения. Я думаю, это очень лично, это что-то очень личное. Это происходит в истории уже не первый раз. И задаваться этим вопросом и понимать, что искусство не выражает, не недостаточно значения имеет, недостаточно значительно для вас. это, конечно, для меня это как раз радикальность искусства. Следующий вопрос, пожалуйста. Я хотела бы задать следующий вопрос. Он заключается в том, что можно ли перформанс отнести к вечным искусствам? То есть, например, если его конкретизировать, то насколько следующие поколения лет через 20 смогут воспринять и оценить перформансы 90-х годов не только как реакцию художников на общественную ситуацию, но и как произведение искусства. Спасибо. Если можно, я отвечу по привычке. Я думаю, что безусловно 20 40 60 лет пройдет то, что включено в этот реестр искусства, институциональный список художественности, там и останется. И вопрос, это вопрос не признания или не признания спустя время, а вопрос правильного или неправильного толкования. может быть это будет неверно истолковано, но точно не сможет быть вычеркнуто из искусства. Были попытки вычеркнуть из искусства супрематические работы Малевича, но как-то не очень удалось все-таки. Так что я думаю, что однажды став частью художественного процесса, перформанс там и останется, по всей видимости. Ну то есть если вообще искусство как понятие останется в нашем языке, в нашем представлении о мире, а не окончательно сольется с жизнью. Я хотела бы действительно добавить, мне очень приходило это в голову, особенно когда Анна говорила о том, что может быть через 10 лет мы перестанем говорить о перформансе, у меня тоже возникло опасение а будем ли мы говорить об искусстве, об институциализованном искусстве, о музейном искусстве, будем ли мы говорить об этом приватно, будет ли это для нас вообще этической практикой, это действительно большой вопрос, мне кажется. вопросы, замечания, комментарии? нет вопросов. Нет? Еще один вопрос. есть один вопрос в первом ряду, и я хочу сказать паналистам, что вы можете сказать то, что вы хотите после этого вопроса, и на этом мы запишем. я прошу прощения, я сегодня был первый день, может быть, это обсуждалось ранее, однако вот у нас сложилась довольно интересная ситуация, когда действительно художник подвергается уголовному преследованию за какие-то для те или иные художественные высказывания, в частности перформансы, и в России позиция общества почти всегда, ну, позиция государства является также позицией общества, да, это некоторая традиционно сложившаяся ситуация, и как каковы перспективы вообще развития этого вида деятельности художественной при именно такой ситуации, то есть у нас действительно богатая традиция преследования художников, и однако как бы ну, грубо говоря, вот последний перформанс Петра Петра Павленского, да, собственно, когда за там легко можно себе представить ситуацию, легко можно себе представить перформансы, за которые он не подвергался до этого, никто не заводил дел и прочее, однако собственно последнее его высказывание, оно задело властей, и дело, и понятно, что скажем, он же оказался в ином поле, чем другие художники, которые обращаются к перформансам, и на самом деле вот, ну, мне, на самом деле, не совсем понятно, как бы, как, что делать дальше, это некоторая ситуация, не знаю, это не поэзия после Освенцима и не во время, но это какая-то очень близкая ситуация, когда именно художественное высказывание становится поводом для отчуждения человека из общества, да, какое им является уголовное преследование, и как бы как к этому относиться, относиться ли к этому как к искусству? Спасибо. Вы знаете, если опять, если можно, вот я скажу, постараюсь как можно короче говорить об этом, я просто хотела бы совсем в другую сторону развернуть эту проблематику и посмотреть на историю искусства в целом. В этой истории были ситуации, когда обычная картина или фреска становились поводом для судебных разбирательств, когда итог судебного разбирательства приводил к тому, что менялись очертания эстетического, бывали такие случаи, когда страдал автор, бывали те случаи, когда он оставался цел и невредим, и в противостоянии искусства и власти, которые сегодня принимают перформативные формы, я не вижу особых отличий. То есть мы имеем новые медиа, в случае с Пусси Рай это видеоролик, загруженный в YouTube, это могла быть картина, как в случае с Александром Совко. Единственное, на самом деле, сейчас в тюрьме находятся две женщины, а единственное произведение искусства, запрещенное судом, это на самом деле картина художника Александра Совко. Вот это не вопрос медиа, это не вопрос технологии, это вопрос противостояния искусства и власти, этот вопрос вечный. Я так же хотела бы ответить на этот вопрос, но немножко с другой перспективы, с другой точки зрения, если вы не возражаете. Я думаю, что не говоря специфично о примере Пусси Рай но, скажем так, даже совершенно по-другому, я бы хотела сейчас поговорить например о том, что составляет произведение искусства, которое работает в среде закона, в медиа закона. В среде закона. И я думаю, что все, что исходит, все, что получается в результате этого произведения искусства, преследования, уголовные заключения, некая реакция СМИ, это может быть частью этого произведения искусства, потому что это произведение искусства бросает вызов определенном пространстве. И я принимала участие в проектах, которые работали в такой сфере, которая считается, может быть, нелегантной в таких странах, где я это делала, то есть то, что могло бы считаться предметом для расследования или преследования. То есть это значит, что художник не является какой-то другой частью сообщества, и у нас не может быть привилегий, что мы делаем это как искусство. То есть это не должно быть, как бы сказать это, это не должно преследоваться законом, если вы хотите. И в этих терминах, в частности, когда мы смотрим такие примеры, когда художники проводили российские акции и, так сказать, что называется ради искусства, да, и их не наказывали, их не преследовали, это достаточно проблематично. Я считаю, что художники должны принимать все последствия их художественных деяний, к чему бы это ни приводило. Конечно же, мы можем посмотреть на то, что появляется в результате этого, как, например, судебное разбирательство и так далее, то есть мы можем посмотреть на сообщество по-разному и оценивать это по-разному, и увидеть, насколько справедливо здесь все, и так далее, и так далее. Но вот это вот, собственно, моя ремарка. Спасибо. Я тоже хотел бы добавить несколько слов. Если художник действительно хочет убедить, донести сообщение, он или она будет выбирать определенную стратегию для того, чтобы сделать это, это не обязательно перформанс, это не обязательно те СМИ, которые знаем, или те инструменты, с которыми мы работаем, и это не обязательно, что это должно длиться полчаса, это может занять 50 лет, как мы знаем, такие примеры. Поэтому нет оправдания. Мы живем в мире, который усиливает нашу среду. Но с другой стороны, нам необходимо быть более и более активными и бороться с этим, быть умными, использовать цифровые медиа, другие средства, другие инструменты. Все, что мы считаем, что может помочь нам донести тот месседж, который мы хотим. Потому что художники – это, наверное, самые чувствительные, самые творческие люди на этой планете. И поэтому, я думаю, они смогут это сделать. Они должны мочь, они должны уметь. Большое спасибо. Большое спасибо, Юрий. И хочу узнать, есть ли у нас еще какие-то комментарии, замечания до того, как мы будем уже завершать нашу конференцию? Я думаю, что если вы упустили что-то, то вы будете знать это через месяц. Но это слишком рано, чтобы узнать, что вы что-то упустили. Но продолжая говорить о радикализации, радикальности, убеждения, обязательстве, я могу сказать, что с музейной точки зрения это немножечко по-другому. А что еще может быть радикальным? Что может быть радикальным? Конечно же, когда мы говорим о Пусси-Райот, здесь есть, конечно, очень серьезный политический контекст. Но если бы это было в музее или, так сказать, а что еще может быть радикальным здесь? Когда мы говорим о радикализме, это, опять же, определенные обязательства. Когда вы думаете о художнике, который, как, например, Марта Рослер, которая работает с сообществом долгое время, или Саня Векович, феминистка, Ян Григоревский и так далее. Я называю просто имена художников, которые приходят мне в голову. Они находятся, может быть, в большей степени в Румынии, но неважно. Вне зависимости от рынка, вне зависимости от страны, я думаю, что это также одна очень важная форма радикализма. Это обязательства художника. Ну, обычно это выливается в перформанс, но не обязательно. И я согласна с этим. Перформанс, да, мы должны говорить об этом, потому что сейчас, в данном случае, мы должны понимать то, что происходит сейчас с перформансом. Но, как я сказала раньше, это также часть более широкой художественной практики, поэтому мы это не можем забывать. Большое спасибо. Ну что ж, на этом я хотела бы, наверное, завершить устную часть нашей конференции. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok